Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греши. Я забываю, что туда на тебя смотреть-то. Материал поступил, очень важный, о волосах и бороде. Называется «Канонические нормы высказывания святых отцов о волосах». Я буду только останавливать по страничке, чтобы люди могли прочитать, какие именно соборы, какие правила тут считать трудно. Дихон, Чёрная Гора, это явно старообрядческая. Апостол Павел говорит, считай где. 1 Коринфянам 11, глава 14. Просчитай. Не сама ли природа учит нас, вас, что если муж растит волосы, то это бесчесть для него. Но если жена растит волосы, то для нее это честь. Апостольские постановления будете считать, просто здесь очень длинные какие, смотрите. Это какой? Четвертый пункт, апостольские постановления. Так волос космы свои не отращивай, но лучше подрезывай и обстригай ее. Дабы тем, что ты часто причесываешься и бережешь голову свою, необстриженную, или тем, что ты намазан благовонной мастьми, не прилечь к себе тех женщин, которые таким образом уловляются или уловляют. И изысканная одежда не употребляй ты на обольщение, и шароваров или сандалий на ноги свои не надевай злоискусственно. Но носи только то, чего требует степенность и нужда. Из золотого перстня не надевай ты на пальцы свои. Все это признаки распутной жизни. Если займешься этим более надлежащего, то не поступишь справедливо, ибо тебе, верующему и человеку Божию, непозволительно отращивать волосы на голове и собирать их воедино, то есть в косу. Или завивать их, или беречь их необстриженными, равно как взбивать их, или через расческу и завивку делать их кудрявыми, или подкрашивать их. Это и закон возбраняет, говоря во второзаконии, не сотворите себе из волос головы ни отращивания, ни извитий. Не должно также и на бороде портить волосы и изменять образ человека вопреки природе. Не обнажайте, говорит закон бород ваших, ибо сие создатели Бог сделал пригожим для женщин, а мужчинам, признал он, непристойным. Ты же обнажаешь бороду свою, чтобы нравиться, как сопротивляющийся закону, мерзок будешь у Бога, создавшего тебя по образу своему. Итак, если хочешь нравиться Богу, то воздерживайся от всего, что ненавидит он, и не делай еще, что не нравится ему. Дальше, Шестой Вселенский Собор, правило двадцать первое. Так, оказавшиеся виновными в преступлениях, противных правилам, и за сие подвергнутые совершенному и всегдашнему извержению своего чина, и в состоянии мирян изгнанные, а еще приходя добровольно в раскаяние, отвергают грех, за который лишились благодати, и от одного совершенно устранять себя. Да стригутся по образу клира, если же самопроизвольно, не пожелая того, да растят волосы, подобно мирянам, яко предпочтевшие обращения в мире жизни небесной. Дальше, толкование, что говорит Зонара, я просто не будем считать, проведу вперед. Прочитайте, кому надо. Что говорит Зонара, дальше, это толкователи канонов. Что говорит Аристин? Вот, просчитайте, остановитесь и просчитайте. И что говорит Вальсамон? Это три толкователя канонов церковных. Вот они где. Тут можно просчитать, тут много, но мы сейчас быстро это пройдем. Смотрите, какие большие толкования. Окажется, только волосы. Дальше, епископ Никодим Милош, тоже авторитетное. Вот, считайте. Тормозите и потом просчитайте. И тут по-гречески взято, какое правило, откуда, чем занимались. А сегодня стоят бритые попы, с Украины особенно. То есть, как баба какая-то стоит, да все толкоморды такие. Тут и берут из Святого Писания, какие книги об этом говорят, и что. В каком году, вот в Толедо, в Испании, очень богатый материал. У меня такого материала до сегодняшнего дня не было. Ну, а как на Трульский собор. Вот я, видите, останавливаю где. И вы сразу остановитесь и вперед пройдите. Я-то быстро прохожу, но высвечивается все-таки. Педалион об этом говорит как. И вот места тут целая страница, только ссылок. Откуда это взято? Видно, что огромный. Шестой Силенский собор, правило 42. Просчитай. Так, об именуемых пустынниках, которые в черных одеждах и с отращенными волосами обходят грады, обращаясь среди мирских мужей и жен, и бесславят обет свой. Определяем. Это все оказывается, ну, первые толкователи. Что Аристиан об этом говорит? Что говорит Соломон? Это у вас мобильный звонит на Тихо. Бессомон. Говори. Говори. Доброе утро, Канюш. Доброе утро. А скажите, пожалуйста, в лета сезон, вы никуда не собираетесь и братья в звонок? Никуда, я дома буду. Ага. А можно я в 100 минут на браницах за вашу? Все, разрешу. Ага. С Богом, звоните. Хорошо. Так, дальше. Опять торможу, и чтобы увидели, что Вальсамон говорит. И дальше. Епископ, не ходи, не ложь, как это толкует. То есть, это не выдуманные новые правила какие-то. Что говорит Вселенский собор, правило 96-е? Надо прочитать. Во Христа крещением облегшиеся дали обет подражать житию его. Того ради волосы на главе, ковреду зрящих искусственными плетениями, располагающих и убирающих. И таким образом неутвержденные души прельщающих, отечественно врачуем приличную епитимею, руководствуя их, аки детей, и научая целомудренно жить, да оставив прелесть и суету плоти, к негиблющей блаженной жизни ум непрестанно направляют. И чистое со страхом пребывания имеют. И очищением жития ей делико можно. К Богу приближается и внутреннего, более нежели внешнего человека украшает добродетелями и благими, и непорочными нравами. И да не носит в себе никакого останка порочности, происшедшей от сопротивника. Аще кто повопреки всему правилу поступит, да будет отлучен. Дальше. Платоуст. Толкование на первое послание Коринфянам 11.26. Беседа 26. Первое. Не подавайте соблазна, говорит, ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Таким образом, совершенно окончив речь о всем этом, он потом переходит к другому греху. Какой же это был грех? Жены с открытыми, обнаженными головами и молились, и пророчествовали, потому что тогда пророчествовали и жены, а мужи отращивали волосы, подобно занимавшимися философией. И покрывали свои головы, когда молились, и пророчествовали, придерживаясь в том и другом языческого закона. Он говорил только о неращении волос и о непокрывании головы, но, как я сказал, усиливает похвалу, чтобы сделать их более усердными. Что вы все мое, говорит, помните и держите предание так, как я передал вам? Это златоуст толкует. Следовательно, он еще прежде преподал им многое неписьменно. Это Павел, о Павле, говорит он, о Павле. Как выражает это и во многих других местах, но прежде он только оставил им предание, а теперь присовыкупляет и причину. Таким образом, он еще более утверждает послушных и не излагает гордость непослушных. Ну и дальше прочитайте, я просто пройду это дальше. Что говорит об этом? Это толкование Яна Златоуста. И дальше, это и Златоуста столько. Видите, какой богатый материал. Но я это все насчитывал, когда Златоуста 12 томов насчитывал на пленку. О бритой, о голове, либо стяжании, что за этим кроется? Он, Златоуст, подробно объясняет. Волосы, но то, что Павел говорит, что мужчина не должен растить волосы. Какой богатый материал мне Господь послал сегодня. Смотрите внимательно. Кто интересуется, просчитайте хотя бы один раз. Материал этот посылать только как? Файлом отдельным. Смотрите. Ну мы так общий это сделали, сказать. Ян Златоуст, он самое пространное, широкое толкование дает. Дальше. Блаженный Иероним, что говорит? Иероним, толкование на пророка Иезекииля. Сейчас первое. Они, священники, не должны брить голову свою и растить волосы, но часто подстригать головы свои. Ясно показывает, что мы не должны быть с бритыми головами, подобно жрецам и чтителям Изиды, и серописам, может. А также подпускать волосы, что служит признаком роскоши и свойственно варварам и воинам. Но внешний вид священников должен быть благопристойным. Вот, пожалуйста, Иоанн Хроштадский, все волосы распустили длинные. А Ян Златоуст везде на иконах. Иконы чудотворец совсем не так даже. Как будто под бокс пострижены. Дальше что говорит Кирилл Александрийский? Творение Кирилла, значит, неразумнейшее исчадие эллинские, следуя противоестественным своим обычаям и проводя жизнь бессловесных животных, отпускали волосы, обосновываясь на том, что выращивает их для своих божеств. Дальше, Святой Епифаний Киперский. Какое творение, какая глава, все указано. Седьмое. Что хуже и противнее этого? Бороду, образ мужа, остригают, а волосы на голове отращивают. О бороде в постановлениях апостольских Слово Божие и учение предписывает, чтобы не портить ее, то есть не стричь волос на бороде, но и не носить длинных волос, подобно блудницам, и не давать доступ от тщеславия под видом праведности. Назареем это приличествовало только ради прообраза. Древние были руководимы посредством прообраза будущего и носили волосы на голове вследствие обета. Это до тех пор, пока не пришло и не совершилось обетование мира, то есть пока не явился глава, Христос, единородный Сын Божий, и узнан был в мире пресносущий, хотя и не узнан был всем человечеством, а только некоторыми уверовавшими в Него, дабы когда мы узнали главу, не срамили головы. И теперь, ну дальше можете просчитать большой материал, что он говорит об этом. Это все скрыто сегодня, никто. Но Маканон что говорит? Правило какое? Правило 174, лист 702, ссылка на Матфея. Правильника и отцов 6-го собора запрещает растить волосы. Матфея же в 9-й главе 3-го стиха возбраняет верным украшать и себе, или волосы броды стрещи, ущерят и волосы, или плести волосы главы свадия, не повинующих жеся, отлучать и повелевает. Все же приводит от правила 96-го, 6-го собора и же в Труле. Дальше об этом что говорит преподобный Никон Черной горы? Какое слово? Слово 37-е. Ну дальше просто прочитать можно будет. Что об этом говорит Симеон Новый Богослов? Можешь коротко прочитать. Так, в длинных волосах, величаясь таким благообразием, они дерзают вставить себя в число спасенных? Как же, скажи мне, эта ересь не будет худше всех других ересей? Что об этом говорит преподобный Феодор Студит? Длинный батюшка. Пишет к Никите. Ну просто прочитать можете. Я пропускаю тут очень длинно его. И все о том, что не надо растить волосы мужчинам, бороду трогать. Вот по порядку считайте. И все места указаны. Видно, работал кто-то серьезный. Доступ имел к книгам. У меня книг таких никогда не было. И вот постановление. Итак, вывод какой? Какой? Волосы стричь, бороду не трогать. Да, бороду не трогать. А вот если к тебе, допустим, коснется в жизни, жениться, она скажет, ну полюбил ты ее, только бороду убери и выходи за меня. Так? Не пойдет так никак. Не пойдет. Вот почему старообрядцев, будто бы, говорят, так было, папа римский, когда-то там с одной женщиной знался, а она его приучила к тому, говорит, чтобы бороду сбреть, тогда я буду с тобою. И он приучил так, голуби, я показывал, дома у меня голубятня здесь, в пшеничинке класть, на эти семечки кладу в ухо. И голубь у меня подлетает и клюет. Я тут показывал, это засняли все. И он сделал это время в соборе в своем кирке. А что, говорит, Дух Святой сказал мне, что мы должны быть как ангелы. Ангельские звания, ангелы без бороды. Что все сбрили. Я говорю, а как же Сикстинская Мадонна, папа Сикс, четвертый век, стоит с бородой, вот она у нас, картина-то, икона-то вверху, Сикстинская Мадонна-то. Ну, они еще ничего не говорят. И старообрядцы говорят, и свою благообразную Божью красоту на лице променял на женскую подпупную красоту. Вот и все. Ну, и все на этом сегодня у нас. Это... Скот слушал, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok